Нет! Оставьте нас в покое! Пожалуйста! Мервальд. В дальнем углу комнаты укрылся дородный, покрытый пятнами грудастый пузатый человек. На голове Кабнаси дых спотных волос. Он закрывает лицо и грудь дрожжащими руками, не смея поднять глаза. Может быть, нам стоит зайти попозже, говорит Эдер. Но я все-таки спрашиваю, ты Мервальд? Он смотрит поверх своей руки, и его глаза начинают дергаться. Резкие шипящие звуки доносятся из шевеляющихся губ, словно он пытается что-то доказать самому себе. Внезапно он перестает дрожать и успокаивается. Немного наклоняет голову вперед и смотрит вам прямо в глаза, словно загнанный зверь, готовый наброситься на своего преследователя. Неожиданно его голос становится скрипучим. Мервальда здесь нет, и тебе его не провести. Он не ждет гостей, убираясь на зелевый призрак. Начинаем выстреливаться. Трусливо. Я не уйду, пока не говорю с Мервальдом стойко заявить. А я не призрак? Разве я похож хотя бы на одного духа, которого тебе доводилось видеть? Да, давайте будем рациональными. Прекрати морочить мне голову, иначе гнев призрака покажется тебе сущей ерундой. Ну нет, я все-таки, наверное, не агрессивный, не вспыльчивый персонаж. Скорее, все-таки рациональный. Мервальд будет говорить, но тебе лучше держаться подальше, если не хочешь иметь дело со мной. Старик отворачивается к стене и обормочет себе под нос что-то неразумительное. И вот эти вот слова, которые я сейчас прочитал, он говорит после того, как через некоторое время снова поворачивается к нам, выпитя в грудь. И приосанившись, в его голосе чувствуется уверенность. Бери ты эти подсказки, зачем ты их вернул, говорит он Джосс. А я их не убирал. Горлом раздвоение личности? Бывает, да. Но это же горлом. С ним такое постоянно. Продолжаем. Пришел поговорить с Мервальдом, чье прикосновение несет смерть? Мервальд, чья сила не подвластна ему самому? Мужчина сильно сгорбился. Его руки, которые мгновение назад были плотно прижаты к телу, снова начали дрожать. И в его голосе слушается неуверенность и опаска. По-моему, у него, там, как минимум, расстроение личности. Не раздвоение, а вот именно расстроение, я чувствую. Но мне сказали, что я хранитель. Тебе известно что-то об этом? Еще по поводу таблички, которая имеет некоторую ценность, разумеется, после того, как вы закончите. Окно, окно в иной мир, мир призраков. Попытайся заглянуть в него. Говори и слушай через него. Хранитель видит души, знает их прошлое, души живых, души усопших. Он импат. И души тоже их видят. Я использовал его во благо всех существ в обоих мирах. Исполнял волю богов, как мне казалось. Я должен стать орудием мчения в руках богов. Быть посему. Резким движением он расправляет плечи, и голос звучит с новой силой. Боги хотели, чтобы мы защищали эти земли. Только так можно было избавиться от чужаков. Он клоняет голову вперед, сердито смотрит на вас и говорит скрипучим голосом. Вот это. Известно мне мало. Он сжимается в комок и снова становится собой, закрывая лицо дрожащими руками. Итак, я понял, что у него не расстроение личности, диагноз поставлен неправильно. У него как минимум распятерение, если уж не расшестерение личности. Воропс говорит, мне кажется, чтобы пройти игру в соло, нужно постоянно стелситься. Да, стелс здесь очень важен для соло, наверное. Хотя фиг его знает, я об этом даже не думал еще. Старик, ты явно тронулся. Потерял? Нет, скорее обрел. Время — это слишком тяжело. Пробуждение. Как могло простое пробуждение довести себя до такого? А лот с прищером смотрит на старика. А что такое пробуждение? Мы проживаем много жизней. Души погидают мертвое тело и в носу возвращаются в гробу, в утробу. Они несут на себе печать прошлого, накопленные знания своих хозяев. Но мы этого не помним. Это сокрыто от нас. Какой конец? Что ждет в нас в конце? Известно лишь богам. Но иногда воспоминания возвращаются. Пробуждаются старые воспоминания и старые личности. Вы знаете, у меня сейчас такое вот чувство жесткого ощущения, что мою идею с плагиателем. Я как-то давным-давно думал над сетингом определенного научно-фантастического мира, в котором, собственно, существует реинкарнация. И реинкарнация, ну, естественно, со всеми атрибутами, возможностью вспомнить свое прошлое. И вспоминание прошлого должно доводить до безумия. Вот. И эта идея, она как раз, собственно, смотрю, в сеттинге Пиларсов Этернити, как раз занимает одно из центральных мест. То есть, возрождение душ их. Собственно, что с душами становится после этого? Как они там... Можно ли узнать что-то из прошлого из своего? Довольно забавно. Как такие довольно близкие мне и знакомые мысли я вижу в произведении, которые делают другие люди. Ладно, продолжим. Память или личность способны возродиться. Он смотрит на дверь за спиной. А иногда и то, и другое. А, да, похоже, я общаюсь с некоторыми из них прямо сейчас. Призраки разума. Мервальд утратил контроль. Тело ему больше не принадлежит. А те призраки, которые говорили со мной, кто они? Да, тема известная во Флэм, я понимаю. Просто, ну, забавно довольно. Я очень много размышлял на эту тему. Делал заметки, записки, какие-то наброски. Вот. Все это подозрительно напоминает Торменгретен Джоз. Возможно, что сценаристы Торменда тоже участвовали в создании вот этого произведения. Но Торменда я не играл лично. Я еще его не проходил. Только, скажем так, знакомлюсь пока. Надо было идею запатентовать. Да нет, ну какое патентование идей? Да вообще речь не про это. Речь не про то, что кто-то крадет. Идеи не крадутся. Идеи вообще ничего не стоят. Забавно, наконец, совпадают у людей. Вот. Привет, дай шапочку из фольги надо носить. Ой, вэй, да что б вас всех. Вот не понимают люди творческих натур. Да, не понимают. Те призраки, что говорили со мной, кто они? Духи и недухи. Без конца шепчут Мервальду. Напоминают ему об ошибках. Они не ведают сна. Хранители видят воспоминания, стоящие за ними. Творят их из сущности собственных душ. Когда Мервальд пробудился, он уже не мог от них отделаться. Он лишь множил их число, а не убавлял. То есть духи — это воспоминания из прошлых жизней. Бурные воспоминания, злые воспоминания. Тянут Мервальда назад, напоминают его о шутках. Мародер и солдат. Солдат и мародер. Откуда им было знать? Но как можно отличить призраки? Так, став хранителем, я что? Да, я вижу подобные видения повсюду. Да, если когда в диалогах есть выбор, к примеру, необходимое 15 сил для ответа или ловкости, параметры учитываются главного героя? Да. Я выяснил, что во всех диалогах учитываются параметры только главного героя. Неважно, на каком месте вы стоите в отряде. Не как в Балдорсгейте, то есть поставили там на первое место в отряде кого-то с нужными характеристиками, и он правильный диалог провел. Нет, только главный герой. Слышал Planescape Tales of Nominera? Нет, Torment Tides of Nominera, а не Tales Tides of Nominera. Да-да-да, про него я слышал, конечно же. Его делают сейчас in Exile, те, которые Вестелан 2 делали. В общем, интересная штука. Слежу за ней. Можешь как-нибудь подробнее рассказать о своих идеях в отдельном видео или ВКонтакте в группе ВКонтакте? Да как-нибудь расскажу обязательно. У меня, знаете, бывают такие порывы, желание погромхоманствовать немного, но оно не доходит до такого уж какого-то законченного продукта, а чаще заканчивается на стадии набросков концептов разных. Но дело довольно забавное и интересное. Идей много у меня разных таких, и поговорить на эту тему как-нибудь нужно. Стану как Гарклав, кошмар какой, куда я опускаюсь. Ладно, давайте вернемся к мародерам и солдатам, солдатам и мародерам. Почему же твоя прошлая жизнь не оставит тебя в покое? Это моя вина. Только моя. Солдат и мародер. Солдат, мародер и Мервальд. Прошлому не бывает прощения. Ничего нельзя вернуть. Он смотрит на вас. В его взгляд полон умений и потерянности. Не спать. Хранителю нельзя спать. Была война. Повсюду. Война камней, война деревьев. Война деревьев? А ну да, война расколотых камней, война черных деревьев. Это было в самом начале эдирской колонизации. Бои между колонистами из Дайрвуда и коренными голонфотанцами. Но это было давно. Смерть принесли мы поселенцам. Мы девять когтей. Когти девяти. С женщинами обошлись. И того хуже. Все из любви к богам. Во имя богов. Во имя их любви. Ты не играл в план эскейп? Как так? Вот же ж невезуха, говорит Калиб. И Прайм отменили. Когда же мы теперь окунемся в мир страданий? Ну как им все окунемся обязательно? Будет, будет. Ну не знаю, когда пока еще. Сложно это сказать. Как думаешь, сеттинг фэнтези зомби постапокалипсиса может взлететь? Ну, наверное, меня спрашивать об этом не стоит, потому что я терпеть не могу зомби. Зомби тематика мне не нравится. Вот. Поэтому адекватно ответить на этот вопрос я не могу, потому что у меня есть определенные вкусы, которые отличаются от вкусов большинства. Большинство людей зомби тематику хавают на ура. То есть она, в принципе, хороша. Смешат ли ее с фэнтези, с постапокалипсисом, с чем понятия не имею. Вот представь себе мир, где люди спят бодрствуют ровно половину дня из-за расположения планеты, когда они спят их, душа бодрствует в другом теле, не подозревая друг о друге. Забавно. Интересная мысль. Гоу смотреть Адольфа. А там Адольф, что ли? Че Адольф творит в этот раз? Новый портал, перезагрузка, часть 2. Я уже не верю в Адольфа, честно скажу. Если он не скажет что-то действительно радикально отличающееся от того, что он уже говорит, ничего не поможет. Давайте к игре все-таки вернемся. Серьезно. Игра интересней. Нового портала, который, может быть, будет не так уж и плохо, но Адольф очень плохо понимает, как, собственно, и почему СК-2ТВ стал популярным. Вот. Основная проблема. Адольф этого не понимает. Или он это отрицает и не пытается как-то, не знаю, не задумываться об этом. Потому что это некомфортная тема. Проблема всех идей в том, что их уже кто-то записал. Это как с изобретением телефона. Не, LM идеи, они очень хорошо комбинируются. Из них можно составлять другие идеи, новые. Которые будут иметь частички старых идей все, но вместе составлять новую картину. Взять игры Blizzard, например. Они почти полностью из чужих идей состоят, но при этом очень классные. Так, концепт это ведь тоже интересно, даже если они еще не закончены. О них в каком-то смысле проще говорить. Еще можно много времени пройти, пока их удастся как-то довести до ума. Окей, давайте поговорим дальше с Мервальдом. Я встретил одного из твоих духов памяти. Мы говорили о налете на деревню. Голос Мервальда становится каким-то скрипучим. Он уже словно находится в другом месте и другом времени, обращаясь к какому-то невидимому собеседнику. Держи ее! Задай этой эзирской сучке как следует, Хедивир. Хедивир. Будет у нее наследник из самого Эргланфата. Мервальд съеживается, словно видит нечто невыносимое во взору. Он неустанно трясет головой и вопит. Ты не веришь в фашист? Ну а что? У Адольфа говорят в предках. Но он, по крайней мере, шутит постоянно про то, что у него в предках фашисты. Ну ладно, продолжаем. Его душа отмечена пламенем. А, его душа отмечена пламенем. Эти отметины никогда уже не заживут. Испытание сломило его, но это лучше участь, чем вечно жить слабости. И тут мы можем довольно много ответов высказать. На войне случаются ужасные вещи. Жить с таким бременем на душе само по себе искупление. Мальчик, мальчик, маленький мальчик, мальчик. Зачат бандитом, зачат силой. Сосуд для мародера, убитого во время набега. Мародер и мальчик, мародер и солдат. Так, ребенок, зачатый мародером? Это сосуд для него? Что ты имеешь в виду? Для души, души мародера. Той самой души, единственной души. Души ребенка, души мародера. Души мародера, воспитанного во лжи и ненависти. Старшего солдатом, взращенного ради огня. Рожденного ради огня. А, то есть это его мать я встретил в крепости. Она сказала ему, что его отец убил налетчиками. Не будет тебе прощады. Военные преступления клана Девяти Когтей так и остались безнаказанными. На баге все видят. Они привели меня сюда. Именем отца моего, гореть вам в аду. Он поворачивается в сторону невидимого собеседника. Поджигай. И что выходит, он вернулся в своей следующей жизни и жег собственный клан? Неудивительно, что он слетел с катушек. Такое покорежит до глубины до самой души. Мервальд опускает плечи. Он взволнованно раскачивается взад и вперед. Что-то промочит себе под нос. Забыв о вашем присутствии. Солдаты-мародер. Ложь, отомщение, мертвые деревни. Все мертвы. Абсолютно все. Ради чего? Ради чего? Как бы там ни было, я не думаю, что нам суждено об этом узнать. Но, с другой стороны, я не вижу здесь злого умысла. Просто не повезло. Как мало мы знаем. Став хранителем, я вижу подобные видения повсюду. О нет, нет. И ты? И ты тоже? Бедняга, бедняга, бедняга. Внезапно смертельная тоска в его глазах сменяется на взгляд сочувствия. Они тебя заберут. Взгляд олота пересекается с Мервальда на вас и обратно перескакивает, точнее говоря. Что все это значит? Неужели ничего нельзя сделать? Говоришь, что меня ждет такая же участь? Разум хранителя он так хрупок, столь реальны его воспоминания, пробудившись однажды. Как он может заснуть? Но как можно отличить призрака от воспоминания? Подожди. Должен же быть способ избавиться от этих воспоминаний. Саяш говорит, он сначала убил своего отца, а потом, когда умер, убил тех, кто помогал ему убивать его отца. Ну да. Так. Андерсон говорит, привет, а можешь как-нибудь подробно рассказать о своих идейхах? А ты ее видел? Если уж говорить про идеи и их комбинации, то очередная изометрическая RPG в 2015 году, это так себе. Но вот видите, так себе. То есть как бы вторичный продукт от Пиларса в Торнете, реально вторичный продукт. Но какой он классный. Мне он очень нравится, серьезно. И история хорошая, и геймплей довольно интересный. И графика, на самом деле, очень классная. Как бы она ни была духмерной, но она настолько с любовью выписана, что в это веришь все. Загнули сюжет. Да, но мужик, в общем, вспомнил о своей прошлой жизни. И от всего, что там произошло, от всего этого хитросплетения, у него едет крыша. Вот. То есть там было немало всяких ужасов и преступлений совершенных. Но что же делать, как избавиться от этих воспоминаний? Нет, они всегда со мной. Воспоминания. Я не могу их забыть. Не могу не видеть. Да я не просто вспомнил. Кто-то назвал... А кто-то вызвал эти воспоминания. Они были и в масках, и говорили о книгах, ключах, о королеве. И там был мужчина... Он показался мне знакомым. Свинцовые ключи, тяжелые книги, былые королевы. Известны мне они... Свинцовые ключи. Свинцовые ключи? Свинцовые ключи, скрепляющие клятвы и таящие обиды. Много тайн хранят они... Не пробужденный? Не пробужденный? Все может быть. Кто, если... Не они? Мерольд поднимает густые седые брови и начинает что-то бубнить себя под нос. Как только вы собираетесь повторить свой вопрос, он подает голос и говорит то, что он сказал. Что ты можешь рассказать о свинцовом ключе? Я встречал их раньше. Тайны, тайны, обманы, интриги, кто знает ответы? Только не они, не они. Ненависть хранителей, ненависть и страх. Многое мы видим, тайны под угрозой. Ты не знаешь, где найти свинцовый ключ? Непокорный город. Всегда возле королевы. Хм, мне нужно отправиться на поиски этого незнакомца из свинцового ключа. Сладких снов, сладких снов. Мерольд кивает вам его взгляд. Во взгляде считается понимание. Стой, кому говорят. Да, я вижу тебя насквозь. Ты скорее сдашь нас айдирским псам, чем послушаешься моих приказов. Хм, 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 хм. Расслабься. Я не собираюсь никого предавать. Твое предательство ничего не изменит. Оно ничего не значит. Твои воззвания остались незамеченными, а кровь чужеземца стала жертвой Клавейну. Я попросил старейших оказать мне честь и позволить забрать твою голову в качестве трофея. Они любезно согласились. Моли бога, охотника, чтобы послал тебе легкую смерть. Мердь! Мердь! Эээээ... Чё-то он какой-то агрессивный, вы знаете. А нас хитпоинтов мало. Гражданин, говорят, прёт определенным. Даа... Так, чё щас делать-то вообще? Эй, ну... Три... Рей... Будьте... Так, тут нам нужно что сделать? Подойти поближе и кастануть какую-нибудь АОЕ-шку. Вот что нужно сделать. Здесь кастуем... Не-не-не, здесь поближе подходим. Вот так вот. К сожалению, кастануть нормально здесь так не получится. Значит, добиваем Фаерблайта. Здесь все нормально. Здесь он подходить не хочет. Ну и ладно. Встанавливаем. Так, одного убили, окей. Сколько надо наспамить, чтобы поднялся рейтинг, говорит кролик. Не знаю, пока. У меня сейчас не до этого. Мне нужно огненного Блайта убивать. Убили. Воздух внутри цитадели изменился. Духота и спертость куда-то ушли, словно подавшись к какому-то внешнему напору. Дышать стало заметно легче. Тело Мервлида лежит неподвижно. Вы чувствуете, как его душа колеблется. Есть что-то неуловимое в ее вынужденном пребывании здесь. Связь, образованная долгими годами сосуществования и господства, становится вполне осязаемой. Даже за гранью жизни крепость хранит память о своем былом хозяине, а хозяин помнит о своей крепости. В вашем воображении связь предстает изношенной веревкой, призрачной и одновременно реальной. Ее потертые концы извиваются, как щупальца медузы. И вы понимаете, что сосредоточившись, вы можете управлять ее прядями. Можно укрепить веревку, удерживающую душу Мервлида вечным усмотрителем в этом мире. Можно перерезать веревку, позволить Мервлиду обрести долгожданный покой. Можно использовать энергию веревки, чтобы впитать вековой опыт душевных оков. И как я должен решить, что из этого лучше? Серьезно, я даже понятия не имею. То есть что я добьюсь, чего, если я буду удерживать душу Мервлида? Возможно, он как-то в будущем нам поможет чем-то, да? А может быть, и наоборот, отомстит. Перерезать веревку, позволив Мервлиду обрести долгожданный покой, это благородно, по идее, да. Это очень правильно и непрактично. Пришли получить ответы. В итоге запутали еще сильнее. А, да, запутали сильнее, согласен. Использовать энергию веревки, чтобы впитать вековой опыт душевных оков. С учетом того, какой у нас персонаж, он не особо заботится о других. Ему очень интересно все-таки что-то себе получить и свои проблемы решить. Давайте используем энергию веревки. Вы поворачиваете оба конца веревки к себе и погружаете их в свое естество. Волокна становятся медными, пропуская поток энергии ваше тело. Вы словно проваливаетесь сквозь землю, спускаясь в жуткие серые подземелья, покрытые паутиной, похожие на пришедшие в запут... Стенье сад, полный гнили и паразитов. В самом низу вы на мгновение замечаете какое-то существо, разглядеть которое вам так и не удается. Вы ощущаете его пугающую силу и власть над всем сущим. В вашем сознании проплывает одна картина. Круглая комната с каменным столом в виде солнца, охраняемая ожившими рыцарскими доспехами. Она находится где-то глубоко, почти на самом дне. В этой комнате есть дверь, едва заметная для неискушенного взгляда, за которой скрывается что-то сияющее, что-то могущественное. Когда видение исчезает, вы снова оказываетесь в Каэд-Нуа. Уша Мервальда уже не видна. Когда я сказал Лидеру, что направляемся в Каэд-Нуа на встречу с хозяином, Мервальд сказал, что он тоже хочет. Но Мервальд был не в состоянии отвечать на вопросы, когда мы его нашли. Теперь Эдеру придется решить, что делать дальше. Гримуар Мервальда. Ожившие доспехи? Вейлор, это ты? Не знаю, не знаю. Идем на дно, говорит, во Флэйме. А в смысле идем на дно? О чем речь? Максим, говорит, я только что оборвал веревку. Расскажи, пожалуйста, а что произойдет, если веревку оборвать? Ну-ка, в чем разница? Ты можешь поверить мне. На столе лежит потрепанная книга, ее страницы исписаны какими-то бессмысленными каракулями. От полусъеденного фрукта исходит притерный запах гниения. Хм. Ну вот и поговорили с Мервальдом. Теперь нужно поговорить нам с Эдером определенным. Думаю, говорить с сумасшедшим хранителем лучше, чем вообще ни с каким не говорить. Что в твоем сознании? Ни о чем с ним нельзя поговорить. Сообщение сказано, что тебе нужно на самое дно. А, ну ты про это, ясно. Вообще нифига не случилось, говорит Максим. Видимо, тупо вычеркнуло его из игры. А вот теперь вопрос, что это мне заведение с... Так. С круглой комнатой, каменным столом и ожившими рыцарскими доспехами даст. Она глубоко на самом дне. Есть дверь, едва заметная для нескушенного взгляда, за которую скрывается что-то сияющее и могущественное. Мы видели, ощущали силу какого-то существа, который имеет власть над всем сущим в своих видениях. Довольно сложная история. Скипетр 1219. Посмотрим потом, что это. Говори с Бардом, он просит. Бард, давайте. Да, да, видите, появляется надпись, что Кана желает поговорить с вами. Бедный Мервальд, он не справился с тем, что знал о себе. Какая жестокая судьба? Не думаю, что дело в знаниях. Он сказал, что если получится выяснить причину, это поможет. Какое-то странное. То есть, с одной стороны, дело не в знаниях, а с другой стороны, если знаешь, что это поможет. Серьезно? Наверное, бывает и такое, что лучше не знать, отвечу я. Возможно, хотя в этом случае, кажется, ответ и наиболее реальная надежда на исцеление. Все дело в равновесии, да? Привет, Флинн. Ты вовремя, я уже заканчусь, сейчас буду. Потом с троном поговоришь, тебе там все пояснят. Окей. С троном. Да, нам нужно еще с троном поговорить, между прочим. Ай, жесть. Ай, жесть. Ай, жесть. Ай, жесть. Ай, жесть. И это что-то более жесткое. И мы увидим, что мы верим в их текущем. Но... И мы не увидим, что мы верим в их текущем. Ай, жесть. Ну, что это? Как можно ей помочь? Что это? Да? Да? Ахаха! Я нужна! Если мы должны уйти, то мы все остались! Да. Эй. Что это? Ты еще жив? Да. Конечно. Ты еще жив? Я хочу... Я хочу... О, жесть. Атака... Атаков Opportunity получил. В игре ведь есть Friendly Fire? Да, есть Friendly Fire. Но не на все заклинания. Самое смешное, если бы твой персонаж улыбнулся, мы бы увидели такие же зубы, но... Он у тебя хитрый и шифруется под простого человека, правда синего. Ну, такой он синюшный еще. Прогнали на все 15 этажей? Это же не здесь, по-моему. Это же под другой крепостью. Вроде бы, или нет. Гримуар, посмотри. Да и не до гримуара мне. Что? На твоей силе! Да и не до греха! Да и не до греха! Да и не до греха! Я не до греха! Здорово! Кто ещё у нас? Так, этого убить, этого и этого Так много для этого Как могу я помочь? Да? Нормальные убарды зубы Как у Уокена, говорят Ну да Отгреб от тараканов Да, тараканов, по-моему, впервые встречаем Я помню в бете Это были первые враги, с которыми вы встречаетесь То есть жуки были, ну, самыми такими Там, рядовыми Эй Что? Не чувствуй меня Что ещё можно кастануть? У нас там заканчивается Да, у нас закончилось действие доспеха Давайте ещё раз их кастанём Они уж слишком хороши Позволяет восстанавливать небольшое количество здоровья союзника Здоровье именно Эта вещь не делает работу Движение Движение У меня, друзья Что? Я? Движение Кто-то обманет это! По твоим словам! Тураканы-потрошители-убийцы? Они самые. Добей же... Ой, чё я добей говорю? Лава будет везти. Да ещё вот так вот надо бы заюзать. Давно было бы уже. С самого начала бы. Чуть-чуть осталось. Есть. Кастаю магом что-то, да, я уже скастовал. Наконец-то новая РПГ-шка в стиле Baldur's Gate in Swindale. Да, именно, именно. Самое то. Делали, причём разработчики, которые как раз к Baldur's Gate в Swindale руки прикладывали. И делали специально, именно вот в таком ключе, в таком духе. Тут бы нам, конечно, и привал второй сделать бы. Прям не помешало бы, скажу, ом. Я буду быть спокойным, как в течение полного моря. Да. Не помешало бы. А чего раньше стреляет впритык? Там же штраф. А он про штрафа ничего не знает, не слышал. Кольцовка Хауна лучше бойцу, а да, ему важно выживать, а твой герой в ватный. Если убивает, то вряд ли он его спасёт. Спасал уже не раз, скажу честно. Давайте обследование остатков этого подземелья оставим, но потом. Или нет. Я буду быть спокойным, как в течение полного моря, которое... Зелие двойного мага. М-м-м-м. Это что такое? Мародёр. Ещё и люди есть. У-у-у-у. Рыцарь Золотого Соглашения. Нет, слишком сурово. Рано нам ещё сюда. Прежде чем всё это делать, давайте вернёмся назад к трону, поговорим там. Ага, ты правильно? Нужно слушать эту старую бам-пот. Блин, Верарго, не сейчас! Я почувствовал уход Мервальда. Вы убили его? Его было несколько. Мне жаль это слышать, однако в глубине души я рада, что больше не нужно прозябать во мраке. Это место всегда подчинялось хозяину, по крайней мере, если он был. Оно обладает собственной волей, которая исходит скорее не от замка, от земли, на которой он был построен. Хотите вы того или нет, но вы стали для него преемником Мервальда. Унаследовать разрушенную и проклятую крепость весьма сомнительная честь. Однако в умелых руках она способна преобразиться. Видели бы вы её в былые времена, вы же останетесь, правда? Мервальд сказал, что мне ещё нужно отправляться в непокорный город и отыскать королеву. Понимаю. Вам нужна бухта непокорности. Не жаль, что вам пришлось проделать весь этот напрасный путь. Восточный барбикан рухнул много десятилетий назад, а Мервальд так и не успел его отстроить. Здешняя дорога ведёт в тупик. Он был взялся за дело, но потом его рассудок помутился. Десса, ты не думал найти друзей? А каких друзей тебе ещё купить? Хе-хе-хе. Нет, не думал. Покупать друзей вообще хорошо. Так, чё он там говорит? Я могла бы заняться восстановительными работами, если бы вам было угодно. Когда я была лишена воли предыдущего хозяина, я утратила возможность заниматься делами. Кто я, как неверный и преданный инструмент в руках господина? Это займёт некоторое время, но оно неизмеримо меньше того, что ушло бы на поиски нового пути в бухту непокорности. И как мне восстановить Бурбикан? Мервальд отложил материалы на строительство Бурбикана. Вы можете ими воспользоваться. Для дальнейшей работы вам потребуются дополнительные денежные средства на припасы и рабочую силу. А что ты имел в виду, когда сказал, что замок проклят? Мервальд сам себя проклял, как хранитель. Надо сказать, что у его предшественников дела обстояли не лучше. В этом замке ощущается чьё-то тайное присутствие. Точнее, где-то под ним. По крайней мере, такой вывод сделали все, кто когда-либо являлся сюда. Духи, блуждающие по бесконечным путям, часто шепчутся о хозяине в глубинах. А, это вот то, что мы видели, да? То есть где-то в глубине мы видели какое-то существо. Может быть, это к этим глубинам относится? А что останется, если статуя арбуза покажет? Нет. Ну, тут не видно арбузов. Так. А как здесь насчёт атмосферности? На ощущение, что по атмосфере игрушка проигрывает тому же Балдорус Гейту второму. Вот я с Балдорус Гейтов только в первый играл пока что. Второй не прошёл. И по атмосферности, вот на мой взгляд, это очень-очень круто. Местами атмосфернее Драгон Эйджи, например, с которым я, в принципе, могу сравнивать, потому что Драгон Эйдж тоже в духе Балдорус Гейтов был сделан во многом. И его я вот недоотнократно проходил. В общем, не хватает у меня немножко, наверное, некоторых знаний и опыта для того, чтобы сравнение сделать. Но чисто вот субъективно, на мой взгляд, очень атмосферно. И есть ощущение какой-то такой планескейповости. То есть там тоже поначалу всё очень выглядит мрачно, философски. Кругом вопросы жизни и смерти. И вот здесь тоже самое есть какое-то такое ощущение. Ты смотришь топ-гир? Нет, только избранные некоторые выпуски видел, которые были интересны. Там степи арбузов не наблюдают. Так, все попытки поселиться здесь, говорит управляющая, ещё со времён айдирских колонистов так и не уменьшались успехом. Чудовище, приходившие с бесконечных путей, погубили всех предыдущих владельцев. Похоже на то, кто живёт внизу, этот хозяин не терпит непрошенных гостей. Много бесстрашных путешественников спустилось за ответами, но ни один из них так и не вернулся. Эта жуткая сила не даёт Каэднуа восстать из руин и лишает меня надежды. Бесконечные пути? Туда, друг мой, я должен держать свой путь. Наш путь, если ты пойдёшь со мной. Как и бы чудовища там не крылись, подумай только, какое знание мы обретём, сколько наследует полагать, что хозяин говорит на айдирском. Хм, что за бесконечные пути? Бесконечные пути Однуа, так называются лабиринты под цитаделью. Эрл, он... Гланфотианцы нас предупреждали, что это место проклято. Кроме того, о нём ходили страшные легенды, но мы не спрашивали и не придавали этому значения. Говорят, что они были построены могучным энгвитанским правителем Однуа. Люди восстали против жуткого тирана и разрушили его бесконечные пути. А верхние туннели засыпали камнями и землёй. Ни одной живой душе неизвестно, как глубоко простираются эти туннели. Лишь немногие из тех, кто осмевелся спуститься, туда вернулись назад. Говорят, там скрыто несметное богатство. Одно упоминание о энгвянских реликвиях привлекает к этому месту толпу авантюристов. Боюсь, их всех ждёт печальная участь. Так, и что там за хозяин в глубинах? К сожалению, это всё, что я могу сказать. Полагает, как это... Как-то связано с архитектуром бесконечных путей, энгвянским тираном Однуа. Некоторые утверждают, что его дуг до сих пор не нашёл упокоения и является причиной проклятия. Игра по правилам ДНД не совсем по ДНД. Правила очень похожи на ДНД. Они сделаны под вдохновением и по принципу ДНД во многом. Но это правила самописные, самобытные. И они, наверное, даже чуть больше к компьютерным играм подходят. К сожалению, говорит управляющий, это всё, что я могу сказать. Полагаю, это как-то связано с архитектором Однуа. Некоторые утверждают... А, это я уже прочитал. Боюсь, что его творения мало... От его творения мало что сохранилось. Этим руинам уже более тысячи лет. Но даже их вид впечатляет. Видимо, Эрл тоже так считал. Внизу вы могли заметить руку великой статуи, воздвинутой Однуа. Возможно, эта статуя изображает его самого? Хм, но ведь я же теперь хозяинка Однуа. Ну, конечно. Замку не нужен никто другой. Бесконечные пути это совершенно другое дело. К несчастью, они успели переплестись самым тесным образом. Если не покончишь с хозяином в глубинах, замку всегда будет грозить опасность изнутри. Я... Я понимаю, она у вас столько всего свалилась. Если решите остаться и станете правителем этого места, настоятельно рекомендую вам отыскать этого врага, пока не поздно. Ладно, есть еще вопросы. Что входит в обязанности хозяина Кеднуа? Содержание замка в порядке требует большой ответственности. Конечно, степень вашего участия зависит только от вас. Не забывайте, я здесь отчасти за тем, чтобы поддерживать порядок в ваше отсутствие. Но мне нужны соответствующие инструкции. Если вы укажете мне, что нужно починить следующим, я сделаю распоряжение. На то, чтобы закончить, может понадобиться некоторое время, но каждое отремонтированное строение позволяет получить дополнительные ресурсы. Если их будет где разместить, мы сможем нанять торговцев, которые будут поставлять вам припасы и ингредиенты. Отремонтированная крепость повысит ваши авторитеты, привлечет как полезных личностей, так и нежелательное внимание со стороны бандитов и аферистов. Если мы сможем улучшить защиту крепости, то это перестанет быть такой значительной проблемой. Я уверен, что вы без труда справитесь с этой задачей. Что-нибудь еще? Ах, пора отыскать эту королеву и в непокорном городе. Королева, которую вы ищете в бухте непокорности... В бухте... Тьфу ты, блин, все, я уже спать должен давно. Заговариваюсь. В бухте непокорности нет королевы. Миквины Айдрина перестали там править с начала войны. Единственная королева, которая есть хоть как-то с реальной властью, это Ваедика. Я слышал, что ее честь был воздвигнут в прекрасный храм, но самой мне не довелось его увидеть. Если вы собираетесь туда отправиться, вам нужно немедленно заняться восстановлением Барбикана. Только скажите, я сделаю все, что от меня зависит. Мервальд, как это водится, вел журнал расходов. А я позволил себе это дополнить. Не желаете взглянуть? Да, давайте глянем, что можно отремонтировать. Тогда не будем медлить. Знаете, милорд, все это всего лишь во первые и меньше из многих великих начинаний. Крепость долгие годы поддерживала множество зданий и прислуги. Слушайте, ну, она говорит, давайте не будем медлить, и сама на меня десяток диалогов выкидывает. Ну, слушай, ну, хватит уже. Если пожелаете, вы можете починить некоторые внешние строения, они принесут вам доход и известность, привлекут новых людей и на службу. Если вы знаете защиту, то ваши земли не будут захватывать, как происходило при правлении Мервальда. Вам не нужно выбирать все сразу. Я поколелась помогать вам, и пока вы будете здесь хозяином, мы всегда будем связаны. Вам не нужно ступать на эти земли, чтобы поговорить со мной. Куда бы ни завела вас ваше стезя, вы можете оповестить меня о своей воле. Достаточно всего лишь установить со мной мысленную связь. Ну, конечно, сперва барбикан. Улучшение крепости стоит денег, а на их воплощение нужно некоторое время. Каждое улучшение может повысить безопасность или престиж крепости, а также добавить дополнительные возможности, такие как бонусы к отдыху, периодические бесплатные поставки ингредиентов для занятия ремеслом и иные вещи. После цитадели отремонтируй эскорты в тюрьму. Пойди ломи там всем в катакомбах, покажи, кто в доме хозяин. В игре есть, куда тратить деньги. Да, есть где. Это моя крепость? Да, теперь у нас есть крепость. Очень проработанный данжи, говорит Диме Паст. Все тут очень радует. Не то, что сейчас пещерки где-нибудь скелетов пять и пауков и сундуков в конце со штатами радостями плюс пять. Я уже с трудом читаю сообщения. Надо реально заканчивать спать и Тим. Ну что у нас есть? Восточный Барбикан. Восточный Барбикан преграждает проход к сельским равнинам, перекресткам между Каянут, Дайрфордом и бухтой непокорности. Нам нужно расчистить проход для того, чтобы пройти дальше. Западный Барбикан преграждает проход захватчикам через реку Искиена. Требуется цитадель. Что у нас есть? Статус. Каян-нуа. Все спокойно. Ход первый. Отлично. Меня это радует. Нет событий в очереди. С ходом времени в крепости происходят разные события. Чем выше престиж вашей крепости, тем больше положительно в этих событиях. В то же время высокая безопасность также важна, поскольку она помогает предотвратить кражу и похищение. Приключения дают возможность вашим спутникам и наемникам зарабатывать опыт. пока их нет в вашем отряде. То есть можно хранить в замке кучу спутников. Супер. И они могут получать опыт и зарабатывать деньги. Посетители могут повлиять на безопасность и престиж крепости на время своего присутствия. Иногда в продаже на ограниченное время появляются редкие предметы. Супер. 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 Как все круто. Восточный пробикан. После улучшения цитадали будет отремонтирован большой зал. В нем вы и ваши спутники могут принимать посетителей, а также вам будут доступны приключения. Чтобы использовать услуги наемников необходимо построить казармы. Наемники помогают защитить вашу крепость от дорогостоящего попутного ущерба. В случае если ей не посчастливится подвергнуться нападению. Им нужно регулярно платить, но их стоимость обычно гораздо ниже потенциальных затрат на восстановление. Наемники также влияют на безопасность и престиж крепости. Ну все, я попал в Arlots of Draenor и сейчас в гарнизоне нахожусь. Это официально. В общем, типичный гарнизон из варлорцев Draenor со спутниками, постройками, ивентами, нападениями. Я знал, что они вдохновлялись вовом. Приключения, небось, рогалики какие-нибудь? Не факт. Правление отрядом. Можем нанимать и оставлять спутников. Супер. На экране управления отрядом можно посмотреть, чем занимаются ваши союзники, когда их нет в отряде. Если вы отправили их на приключения, вы можете посмотреть, сколько времени понадобится на то, чтобы выполнить задание. О-о-о-о-эй, они сами могут в приключения ходить. Ну точно, гарнизон стопроцентный. Если спутника или наемника вызвать задание до его завершения, всевозможные награды за это задание будут утрачены. Это очевидно. Ух, в общем, этим мы займемся потом. Задание исследовать бесконечные пути дали нам. Давайте начнем с восстановления восточного Брубикана. Готово. Цитадель, цитадель. Три дня. Престиж, безопасность. 1400. Ну подумаем на эту тему, наверное, между стримами. А их можно отправить самих проходить игру? Но, к сожалению, нет. Хватит ли денег? Да, вот денег нужно много. Не ожидал видеть такого RPG, говорит, во Флейм, хотя в самом ДНД видел правила для построения крепости города и прочего. Вот, без Джанет, говорит, в Балдоросгейте тоже был свой замок после какого-какого действия. Хм. Во Флейм пишет, что ему не нравится идея. Да ладно, отличная идея. Мравинт. Нет, давайте поспать после стрима. Вот поспать я бы с удовольствием поиграл. В общем, сохраняем игру, новый сейв делаем. И на этом, на сегодня я заканчиваю. Вот здесь вот в этих руинах посреди нашей новой крепости, которая развалюха полная, конечно, но зато своя. Стрим я закончу. Уже 23, да, мне в 6 вставать, у меня очень мало времени осталось еще, нужно успеть там перед сном некоторые дела, мелкие, да, бытовые. Ух, спасибо вам всем, что смотрели, мы обязательно продолжим, не знаю, как насчет завтра, скорее всего, завтра, или в крайнем случае послезавтра. Вот, так что ждите, анонсы обязательно будут во Вконтакте и Твиттере, ссылки на все есть внизу в описании, как стримы, так и видео, если вы смотрите это в записи. И оставайтесь в курсе, оставайтесь на связи, не пропускайте стримы. И в конце концов, если вы еще не подписались, просто подпишитесь, что вы ждете. Вот. А я с вами на этом прощаюсь. Всего вам самого наилучшего. С вами был Дайсмастер. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok